Добрый Макс Вот, и пожалуйста Вот, подсказки нашлись Значит, пока мы читать их не будем Обязательно вернемся к этому чуть позже Так Давайте посмотрим, значит Следующую подсказку И здесь еще Значит, две Небольших подсказки Мы сейчас обязательно все прочитаем, друзья Не переживайте Так Здесь подсказки никакой нет Здесь вроде бы тоже Ну и все То есть, видимо, на самом деле этого Достаточно Да? Ну да Ну и давайте Значит, теперь мы вернемся непосредственно К Задаче Сбросим все Значит, поставим экономику И давайте посмотрим на предметы Вот видите, здесь сразу, соответственно Выделяется Точнее, мы не просто в предметы попадаем А в документы Значит, давайте посмотрим Где есть Упоминания по поводу экономики Так, предложение по улучшению картотеки Первостенная информация вверху Кроме рубрики Краткие новости Второстепенная информация внизу За исключением рубрики Полиция и право Предложить в будущем Поменять местами рубрику Краткие новости Которые сейчас расположены сверху И полиция и право Которые сейчас внизу Здесь какая-то путаница Кроме этого Рубрика погода Почта Всегда пуста И объединиться с краткими новостями Смотрите Здесь пишется, что Первостепенная информация вверху Кроме рубрики Краткие новости Предложение так Второстепенно внизу А, ну понятно То есть Видите Предложение в будущем Поменять местами Рубрику Краткие новости Которые сейчас расположены вверху Хотя на самом деле Она внизу То есть здесь запутывают Видимо Письмо журналиста Значит Дорогой Джордж Твоего младшего брата Проследует неизгоды Первую неделю Работа совершенно измотала меня Меня определили место Далеко от печки Я сильно мерз по утрам Во-вторых Мне поручили сортировать Корреспонденцию Крайне утомительная обязанность Как только работа сделана Я должен передать каждый конверт Журналистом-адресатом Никто из которых даже не смотрит на меня В конце третьего дня Директор вызвал меня к себе в кабинет И принялся читать аннотации Видите ли я перепутал письма Я был настолько изнурен Что слишком вяло протестовал И он дал мне второй шанс Так что теперь я в щекотливом положении Единственный проблес света Моя коллега Мисс Фильтин Прелестная молодая женщина Единственная Кто удостоил меня улыбки Она изо всех сил Старается помогать мне Так Предсказывает В какой ящик стоит поместить То или иное письмо Видишь ли порядок секций Всем известен Но никто не подрудился Объяснить его мне Эта леди Очень понимает меня И передает записочки С подсказками Например Политика и общество Располагаются сбоку Спорт расположен Под экономикой Так Минуточку Отлично Возвращаемся Сразу будем просто Заниматься этим вопросом Значит Спорт расположен Под экономикой Папка этой рубрики В конце ряда И так далее Эти секреты Из ее звучат Почти как слова любви Не думаю Что ей нравится Раскладывать конверты По столам Так как в итоге Она получает Довольно неприятные благодарности Я сам вызвался Для выполнения этой работы К всеобщему неудовольствию По поводу квартирной хозяйки Новостей нет Но мне удалось заплатить За неделю Она согласилась Оставить меня Прошу не говори матушки О моих неприятностях Не хочу ее тревожить И все же Я предпочитаю И все Да Так Письмо Фердинанду Так Дорогой Фердинанд Я подтверждаю свое намерение Присутствовать в клубе В пятницу вечером Очень рад этой возможности Так как мне необходимо Отлечься Иначе я рискую Впасть в депрессию Можете представить Этот новичок Все еще пользуется Вниманием этой У Джанет Но в конце концов Она мне уступит У меня немало идей Как извается От ее поклонников Вчера я слегка позабавился Перемешав Несколько писем Из рубрики Технические изобретения В конце концов Там всегда такая Несурайзица Учитывая что ящики Расположены рядом Это вполне можно Списать на ошибку новичка Само собой Босс вызвал его на ковер Я покажу ему Что все взаимосвязано Как и в новостях Он такой недоумок Запросто может спутать Политику с обществом Которое находится справа А общество С экономикой по соседству Чудесный беспорядок Не понимая Что такая умная девушка Как Джанет Находит в этом Ничтожественно Улыбаться ему Осталось недолго Смотрите Значит Запросто может спутать Политику с обществом Которое находится справа А общество С экономикой по соседству Так Значит смотрите Получается что Общество у нас С экономикой по соседству Не может оно стоять здесь Потому что там Значит Что там у нас Политика Да То есть политика тоже должна быть рядом Давайте поставим Вот сюда политику Так Ну и давайте дальше Попробуем решать Значит письмо Фердинанду Счет за ремонт Стивисон Интерприз Счет Ремонт деревянной секции Краткие новости А Все понятно Ремонт деревянной секции Краткие новости Один фунт Оплата получена Понятно что Вот эта вот Вещь Она отремонтирована Видите как я говорил Она отличается от остальных Так Краткие новости Но единственное Только что Там где-то было упоминание Что нужно их поменять И так далее По-моему где-то наверху Вверху Кроме рубрики Краткие новости Второстепенная информация Внизу За исключением Рубрики Полиция права Предложение Будущими Память местами Рубрики Краткие новости Полиция права Которая сейчас внизу Кроме этого Рубрика Погода Почти всегда пуста Объединить С краткими новостями Так продолжить А может быть это и не так очевидно По поводу ремонта Ну да ладно Давайте вернемся дальше Почитаем Счет за ремонт Понятно Письмо директору Сэр Поскольку агентство Получает большое количество Корреспонденции Предложенная вами Система сортировки Кажется неоптимальной В особенности Это касается Разделов мир и общества Которые занимают Слишком много места И попадают в расположенные Ниже ящики И соответственно Полиция права И культура Не могли бы вы Усовершенствовать оборудование Чтобы вы могли оставить Один стеллаж Ожидаем ответа С на лучшим пожеланиями Заместитель директора Так То есть мир и общество Которые занимают Слишком много места И попадают в расположенные Ниже ящики Соответственно Полиция права И культура Полиция И культура Да А мир и общество Это касается Разделов мир И общество Соответственно Полиция Под миром Под обществом Культура Так То есть Полиция и правосудие На самом деле Не здесь стоит Здесь где-то Мир должен быть Либо здесь Либо здесь Ну культура Понятно Культуру мы нашли Персоны И одной строкой Наука Изобретения Так Давайте еще почитаем Про науку Изобретения Там где-то было Письмо Фердинанду Так У меня Так У меня так Вчера Перемешав Нескопись Из рубрики Технические Так Письмо Журналиста Например Понятно 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 что Мир находится Наверху Так А Ну мы сейчас Сможем с вами Понять Первостепенная Информация То есть Скорее всего Мир И вот Может быть Погода Что ли Располагаются Наверху А вот Полиция и правосудие Здесь Одной строкой Скорее всего Сюда Наука Изобретения Так И так Может быть Нет Не совсем Так Это все Сделано Так Давайте Можно поменить Погоду И мир Так Может быть Так Да Далеко Это не так Просто На самом деле Далеко Не так Просто Ну что ж Давайте Как обычно Я выйду И попробую Решить это Между сериями Так Ну и продолжаем Перед тем Как продолжать Давайте мы все Сбросим Выйдем И соответственно Возьмем еще одну Подсказку Которую я не обратил Внимания Без нее Бесполезно Что-либо делать Дальше Вот она Значит смотрите Синие конверты В стеллаже Для корреспонденции Содержат кофициальную информацию Которая Должна Освещаться в новостях В них В них В них затрагиваются Проблемы С политикой Связанной С знаменитостями И экономикой Подобная информация Будет удержана И преданная огласка Только после указания Бакагенского дворца Либо кабинета министров В общем то все просто То есть давайте Вернемся К этому стеллажу Значит Напоминаю Что здесь у нас Экономика стояла Под ней сразу Расположен спорт Значит Обратите внимание Что указано Что в погоде Как правило Очень мало информации Вот она соответственно Здесь И краткие новости Которые отремонтировали Ящичек Как вы наверное помните Значит Дальше что у нас Рядом с обществом Точнее с экономикой Располагается рубрика Общество А рядом с обществом Располагается рубрика Политика Как вы помните Значит Соответственно Из общества Бумаги попадают В культуру часто Потому что Слишком много места Занимают И столько же места Много занимает Раздел мир Откуда попадают Соответственно Конверты В политику В полицию Правосудия Ну и сейчас Мы с вами Выяснили Что синие конверты Предназначены Либо для политики Либо для экономики Либо для персон Ну Королевская семья И так далее Пожалуйста Вставляем Ну и соответственно Наука изобретения Наверное Идет сюда Потому что Это менее важный раздел Одной строкой сюда Ну вот и все Совершенно верно Мы с вами нашли В этих конвертах Информация Для рубрики Полиция и право Теперь нужно Попытаться Незаметно Вскрыть их Попробую Расклеить конверт Так Расклеить конверт Ну я наверное Догадываюсь Каким образом Это сделать Нужно использовать Что-то мокрое Пока я тут ходил И бегал И искал Подсказки Да Я обратил внимание Что стоят Вот эти вот Леечки Давайте займемся Этим Так А нам воду Нужно куда-то налить Что ли получается В чайник Да Отлично Так Ну а сейчас тоже Не объединишь Я так полагаю Да То есть нужно взять Какой-то стакан Видимо Емкость поменьше То есть перелили Из лейку В чайник Из чайника Сейчас будем переливать Так Минуточку А для чего нам Это может пригодиться Ну ладно Сейчас узнаем Вот так Теперь паром Я обеспечен Все понятно Так Теперь нам нужно Закидать Видимо уголь Да Нет Нет Давайте просто Спичками воспользуемся Так Супер Закрываем Самое время Воспользоваться Конвертом Получилось И если мне повезет В конверте Обнаружится Ценная информация Отлично Быстро мы достаточно С вами решили Вот эту проблему Так Свидетельство по делу Смит Судебные слушания 7 апреля 88 года Суббота Мистер Вин Бэкстер Коронер Из Миллсекса Представил перед жюри В Лондонском госпитале В субботу 7 апреля Рассматривалось дело О смерти Эммелизм Смит 45 лет Вдовы Проживавшие В доме 18 По Джордж-стрит Спитлфилдс Предположительно Жертва убийства Старший инспектор Уэст Из полицейского департамента Представлял комиссариат полиции Миссис Мэри Рассел Помощница управляющего Нашлежнего дома Показала Что знала покойную Около двух лет Вечером В банк Холидей 2 апреля Она вышла из дома В 7 часов вечера И вернулась Около 4 или 5 часов Следующего утра В ужасном состоянии Ей лицо и голову Покрывали многочисленные раны Одно ухо Было почти оторвано Женщина сказала Свидетельнице Что подверглась нападению Была ограблена И лишилась всех денег Свидетельница Отвела ее В больницу В пути Носборд-стрит Покойная указала Место где была ограблена Женщина сообщила Что на нее напали Трое мужчин Но не смогла писать Мистер Джордж Хесли Хирург больницы Оттверждает Что покойная поступила В состоянии легкого Алкогольного опьянения Ее голова и ухо Кровоточили И у нее были Другие более ужасные раны Свидетель обнаружил У нее разрыв брюшины Причиненный тупым орудием Вдавленным с огромной силой Покойная рассказала ему Что Этой ночью В половину первого Она проходила рядом С церкви Вайчепл И заметила Несколько мужчин И дучих ей навстречу Чтобы избежать встречи с ними Она перешла на другую сторону улицы Но они последовали за женщиной И напали на нее Отобрали все деньги А затем подвергли насилию Она не смогла писать Ни орудия преступлений Ни нападавших Она запомнила только Что одному из них Было около 19 лет Смерть наступила В среду утром 4 апреля Из-за перитонита Развившейся Вследствие телесных повреждений Маргарет Хейс Проживающая по дому адресу Спокойной Сообщила И Бурдет Роуд На мужчине был темный костюм И белкая шелковая косынка Повязанная вокруг шеи Он был среднего роста Но свидетельница не уверена Что сможет его познать Старший инспектор Уэст Департамент Тен Сообщил что по данному делу У него нет официальной информации И сам он узнал о нем из газет Он упросил патрульных констеблей Но никто из них Не имеет информации По существу вопроса Коронер показал Что медицинские факты Сомневаться в которых нет основания Однозначно указывают На жестокое убийство женщины Невозможно представить Более зверское и подлое нападение И он полагает Что ради торжества правосудия Присяжные должны вынести вертикт Немедленно А не откладывать его Ожидая что следствие Предоставит Больше улик Череприсяжных Вынесло вердикт Согласно которому Устанавливается факт Преднамеренного убийства Совершенного одним Или несколькими неизвестными лицами Полиция проводит Активное расследование По этому делу Но по состоянию на вчерашний день 8 апреля Не имеет никаких улик И подозреваемых в нападении Так Свидетельство по делу табра О Посмотрите Как много Придется мне читать Мне это в общем-то Не жалко Но я Мне как бы жалко вас Потому что Это достаточно много Так Ну ладно Последний день следствия 23 августа 88 года Четверг Значит Давайте вкратце Наверное Я посмотрю Что здесь Марта Тернер Была обнаружена Мертвой 7 августа Во вторник На личной площадке Некоторые из них По всей видимости Нанесены штыком Раны Альфред И свозчик Значит Возвращался домой Во вторник Так Не обратил Вне этого внимания На тело Поскольку привык Видеть в этом месте Лежащих людей В тот момент Он даже не понял Мертв или жив Этот человек Свидетель проснулся В половине десятого Он спускался По лестнице Тела уже не было Находясь в постели Свидетель не слышал Никакого шума Констебль сообщил Что последний свидетель Обратил его внимание На тело Он послал за врачом Который констатировал смерть Доктор Кайлин Проживающий на Бриклэйн 68 Показал что он был Вызван покойной И зафиксировал ее смерть На теле жертвы Было 39 колотых ран 39 Она была мертва Около 3 часов Возраст покойной Около 36 лет Полного телосложения Свидетель произвел Посмертное вскрытие тела Левая легкая Была пробита В 5 местах Правая в 2 Проникающее ранение сердца Стало причиной смерти Печень была пронизана В 5 местах Среденка в 2 Живот в 6 Свидетель полагает Что преступник Действовал не одним орудием В основном Раны напоминают ножевые Однако удар Пронизивший грудину Был нанесен не ножом А некой разновидностью кинжала Все удары были нанесены Пока жертва была жива Генри Табрам Муж погибшей женщины Утверждает Что последний раз Видел ее живые Около 18 месяцев назад А Они живут раздельно Около 13 лет По причине злоупотребления Марты Террен спиртным Суд назначил алименты В ее пользу Некоторое время Свидетель отчислял ей 12 шиллингов в неделю Но из-за ее склонности К конфликтам Он сократил выплату Этого содержания 10 лет назад С того момента Он платил ей Пол кроны в неделю Так как узнал Что она Сожидствует с другим мужчиной Генри Террен Плотник Показал Что сожидствовал С Табрам Около 9 лет За 2 или 3 недели По прошествиям Прекратил с ней отношения До этого он 2 или 3 раза Пытался это сделать Из-за ее склонности К выпивке Здорово Она 10 лет пьет И все в порядке Тогда он дал ей Один шиллинг Деньги она потратила на спиртное Во время проживания С свидетелем Она возвращалась домой Около 11 вечера Насколько ему было известно У нее не было Постоянного спутника И он не знал О ее занятии проституцией Сам свидетель По его словам Спиртным Не злоупотребляет И когда покойная Была трезвая Они обычно хорошо ладили Так Жена гравера Знала покойную Под фамилией Тернер Прежде чем она снимала Жилье в ее доме По ее словам Покойная предпочитала Стаканы или чашки чая Но запоев у нее не было И она никогда не приводила В дом мужчин Женщина исчезла Без предупреждения Задолжав квартплату За две недели Так По наставе инспектора Рейда была предупреждена О недопустимости Сквернословия Понятно Жемчужная маковка Она показала Что последние две ночи Жила в доходном доме Она знала табром Около 4 лепти месяцев Под именем ее мам Последний раз Видела ее живой Вечером в банк холидей Так Свидетельница была С табром И двумя солдатами Рядовым и капралом Она не знает Из какого они полка На коих виражах Были белые околыши Как это люди Вот так запоминают После расставания табром Ушла с рядовым А свидетельница Пошла с капралом Поэнджел Элли Ссор между ними не было В казармах Свидетельница Произвела опознание Солдат И указала на двоих человек Вы знаете У меня такое ощущение Что это вообще К нему не имеет Никакого отношения Личный состав Из виллингтонских казар Был построен Перед свидетельницей Один из запознанных Свидетельницей людей Оказался не капралом Но имел нашивки на рукаве Инспектор Рейд заявил Что полиция Предпринимает все усилия Несколько лиц показали Что видели покойного В прошлое воскресенье С капралом Но когда им были показаны Все рядовые капралы Из виллингтонских казарм И казарм Тауэра Никто из них Не смог опознать мужчину Военное руководство Оказало полиции Всего возможного содействия Жемчужная маковка Указала на двух гордейцев Полка Колдстрима Из виллингтонских казарм У одного из них Три золотых нашивки За безупречную службу И имеются твердые доказательства Что он пробыл С своей женой Второго увидели В казарме Пять минут Одиннадцатого вечера В банк Холидей Полиция будет весьма признатна Каждому кто укажет человека С которым покойно провела Вечер в банк Холидей Коронер в заключительной речи Заявил Что это преступление Одно из самых жестоких За несколько лет Едва укладывается в голове Что кто-то учинил резню Напав на бедную Беззащитную женщину Напрашивается единственный вывод Что жертва была Убита зверски Что жертва была зверски И бежал с ним убиты Ну не знаю Не знаю Мне кажется Это вообще не имеет К нему никакого отношения Эта информация Позволяет мне Исключить из рассуждений Убийство первой женщины Мисс Смит Ну да Потому что там было трое Джек Потрошитель Не мог совершить это преступление С другой стороны У нас достаточно оснований Считать его возможным Убийцей Марты Табрам Пора наведаться В зоомагазин Ну что ж Давайте займемся этим Так Вообще вы знаете Вот у меня такое желание Каким-то образом Потушить это все Нельзя же так оставлять Ну Видимо этот момент Здесь не предусмотрен Да Совершенно верно Заперто А ну Да Это же директор Так Минуточку Давайте посмотрим на карту Whitechapel И зоомагазин Да Как-то так Вообще Все-таки Знаем мы ли этого человека Или нет Но я думаю Что скорее всего нет Наведаться в зоомагазин Это понятно Закрыто до дальнейшего Уведомления Авраама здесь нет Не везет Так А вот и Хардиман Почему закрыт магазин Мистера Соломановича Понятия Понятия не имею Может его кузен Сапожник в курсе Но вроде бы полиция Приходила И забрала всех животных Интересно Думаю тут есть Какая-то связь Когда это произошло? Сегодня Тут ошивались Сорванцы Которые были с вами Пару дней назад Один из них Мне и рассказал Они только что приходили Просили у меня мяса Для кошки Денег у них не было Но я все равно Дал мясо Понятно Что же случилось? У вас что-то случилось? Просто С ними была Маленькая девочка Ровесница моей дочки Моей девочки Что покинула Меня вместе Со своей матерью Они сейчас На небесах Доктор Ватсон Рассказал мне О вашем несчастье Примите мои соболезнования Вы не хотите Об этом поговорить? Как это произошло? Болезнь, сэр Моя дочурка Так мучилась Ее тело и лицо Были изъедены Болезнью Лицо? Да Она была Словно призрак Что за болезнь? А что это было За заболевание? Доктор Гиббонс Пытался объяснить Когда я приводил К нему свою деточку Но Я толком не понял Уверен Он хотел сказать Что это я виноват Простите Я больше не хочу Об этом говорить Понимаю До свидания Наведаемся К доктору Гиббонсу Так Ну что ж Друзья Давайте пожалуй К Гиббонсу Мы пойдем Уже в следующей серии Поговорим с ним Вот С вами был Добрый Макс Увидимся с вами В следующих сериях Всем пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok